А вот в деревне Шкляевская вятка не течет. Однако участки у людей топят регулярно. Причем на протяжении уже нескольких лет после затопления на огороде ничего не растет. А в подпольях сырость, говорят местные жители. Больше трех лет подряд большая вода стала приходить и в пижанку. Там несколько домов затопляет настолько, что люди просто не могут из них выйти. Все подробности в следующем сюжете. Вот я здесь 22 года живу. Вот смотрите, что делается. Из 22 лет, как минимум 15, каждую весну Валентина Ивановна переживает с болью в сердце. Ее участок в деревне Шкляевская, что перед Победиловским трактом, превращается в озеро. Вода с полей течет прямо к ней в огород. После такого наводнения на участке ничего не растет, говорит пенсионерка. Под водную стихию попадает и еще один участок. Мы пишем обращение в администрацию. Приезжают представители администрации, но уже после. То есть они масштаба не видят, как это сильно. Дренажную трубу обещают все прочистить. Возможно, они ее чистят, но это не помогает. По мнению жителей, причин подтопления несколько. На другой стороне дороги частный сектор. Собственники подняли уровень земли, и вода благополучно осталась в Шкляевской. Кроме этого, люди рассказали о трубах, по которым должна течь вода. Но проблема в том, что они разного диаметра. Одна больше, другая меньше. Из-за этого море разливается в огородах. Еще вчера на этом месте воды было по колено, говорят местные жители. Сегодня похолодание. Большая вода ушла, но это еще не конец. Там, на полях, очень много снега. И наводнения новые совсем скоро ожидают. А вот в пижанке оно уже пришло. Там топит заречную часть. Причем так, что люди не могут выйти из собственного дома. И это не первый год. По словам местных жителей, несколько лет назад администрация поселка организовала пруд. Но не просчитала сброс воды. А ведь пик половодья еще впереди. В МЧС рассказали, по худшему сценарию затопить может до 23 муниципальных образований. И к этому в любом случае нужно быть готовым. Рекомендуется осуществить подготовку средств связи, необходимых медикаментов, необходимых средств первичного жизнеобеспечения, продумать маршруты эвакуации, подготовить личные транспортные средства. Тем временем в деревне Шкляевской надеются, что всего этого делать не придется. В администрации города о проблеме людей знают. В дирекции благоустройства рассказали, есть решение сделать трубу на улице Вдохновения. Мы сейчас разработаем проект. И в летний период все-таки, наверное, произведем укладку водопропускной трубы на этой улице. Для того, чтобы вода, скапливаемая именно на улице Шкляевской, уходила. Через несколько дней, по прогнозу синоптиков, в Кирове снова будет по весеннему тепло. Но для жителей деревни Шкляевской это плохие новости. Снег начнет таять, и вся вода снова побежит к ним. А сейчас есть небольшой перерыв, чтобы подготовиться встретить большую воду. Александр Бушмакин, Алексей Зырянов, Светлана Гудеменко. Бюро новостей Давича.